Музей юмора Все экспонаты этого музея были собраны лично мною, зрителями с моих сольных концертов, подписчиками моих социальных сетей. И вот глядя на это богатство, думаешь, что смешное, оно всегда рядом. Только надо увидеть и рассмотреть. Начнем мы нашу экскурсию в зале, который называется «Ценники». Слушайте, я был в Беларуси, мне после концерта отдали такой презент, и там, наверное, нечаянно остался ценник. Этот ценник произвел неизгладимое впечатление на мою судьбу. Было написано следующее. «Перчатки мужские – козлина». Я вот тогда подумал, или это название бренда, или это материал, или это лично мне. «А как вам такой ценник? Бюстгальтер женский? Я полвека прожил, мужского в глаза не видел. Или такой ценник? Трусы мужские. Да, ничего необычного. Только ниже приписочка. Обхват груди – 92». В Беларуси в одном сувенирном магазинчике я увидел стоять такие смешные мужички с пейсами в кипах. «Но ценник гениальный. Евреи белорусские. Конечно, особая фантазия нужна, чтобы придумать ценник для туалетной бумаги. Я в свое время пережил туалетную бумагу успех. Потом была белоснежка. Сирень. Но последнее культурное потрясение – это туалетная бумага, опережая желание». «Это не все. С ароматом Европы. Сочи тоже внес свою лепту. Тут в супермаркете продавался салатик. Ценник. Салат греческий. Видимо, давно лежал. Ценник слегка видоизменили. Теперь салат древнегреческий. Следующий зал, дамы и господа. Таблички на заборах. Ну, кто из нас не бывал в частном секторе и не видел эти гимны доброты? Например, «Внимание! Звонок не работает. Дразните собаку!» Или «Осторожно! Во дворе злая собака. А кот вообще дебил!» Ну и мой фаворит. На русско-немецком наречии написаны «Ахтунг! Нихт коммен! Иначе алабай откусит балалай!» Следующий зал, господа, магазины. Вы знаете, у нас очень любят в названиях продуктовых магазинчиков давать женские имена. Красиво. Едешь по трассе. Валентина, Ольга. Но один магазин меня просто потряс своим названием. Вика круглосуточна. Я просто мечтаю на эту труженицу взглянуть. В Туле открыли виноводочный. Ну, точнее, название не придумать для виноводочного. «Вечный зов». Крым порадовал, не отстает от Тулы. Там тоже виноводочный. Потрясающее название. Вот оцените эту игру слов. «Розовый в халаминго». Следующий зал, объявление. Я всегда поражался, как иногда одной строкой можно показать всю судьбу человека. «Сдам комнату двум молодым девушкам. Трем не сдам, возраст не тот». Или «А продается счастливое свадебное платье. Б.У. Я в нём пять раз замуж выходила. И каждый раз удачно». Следующий зал, реклама. Это наша особая гордость. У нас где-то выпустили пиво «Аватар». Это не всё. Там ещё рекламный слоган на этикетке. «Аватар, научись управлять синим телом». Кроме того, мне очень понравился салон депиляции в «Ёжкар-Оле». Во-первых, само название. «Лысый ёжик». Во-вторых, реклама перед входом. Депиляция. Подмышки 300 рублей, до колен 600. В «Астрахани» тоже салон красоты. Там реклама в стихах. «Срочно сделай педикюр. Ты царапаешь бордюр». Вообще, вы обратили внимание, реклама в стихах всё больше у нас появляется. Вологда, вещевой рынок. В трикотажном отделе рекламный щит висит. «Будь красив и нежен, с носком свежим». Но мой фаворит, конечно, Чита. Там есть кафе, которое предлагает поминальные обеды на 9 дней, на 40 дней. Перед входом реклама в стихах. Слушайте, но Байрон и Гёте нервно курят в коридоре. «Пирожки с грибами. Ты больше не с нами». «Пирожки с луком. Земля тебе пухом». «Пирожки с яйцом. Ты был хорошим отцом». «Ярославль, строительный рынок». Огромный рекламный баннер висит. «Ламинат, ковролин, паркетная доска ниже. Будь мужиком, смени пол». В Петрозаводске есть ветеринарный салон. Напротив поставили рекламу. Внимание! Вторая кастрация бесплатна. «Приведи друга». Следующий зал, господа, география. Ну, согласитесь, нет такого человека, который, путешествуя по нашей России, нет-нет, да и не обращал внимания на, мягко говоря, загадочное название населённого пункта. Выдропушск, Мышегрёбово, Чемодурово и так далее. Что далеко ходить за примером? Сочи. Просто кладись в этом плане. Я как-то был свидетелем такого разговора. Туристы заблудились и спрашивают у местного аборигена. «Скажите, а там вот за поворотом это верхнее Лоу?» Он говорит, «Это нижняя Бууу». «А мы вообще где?» «А вы в Мамедовой щели». У меня, конечно, любимица по таким названиям это Свердловская губерния. Там все вот эти вот поселения парами ходят. Верхняя Пышма, нижняя Пышма, новая Ляля. Это ж были цветочки. Едем по трассе на Смоленск. Я вижу указатель на одну деревушку. Ну, мы сразу остановились, потому что у водителя был припадок. Я потом навел справки в Википедии. Действительно, есть такая деревушка. Живут бабушки, божьи одуванчики. Но название... Друзья мои, я вам его озвучу так, как я его первый раз понял. Есть кого. Это не все. Но может наш человек с его-то кипучей фантазией спокойно пройти мимо такого подарка судьбы. Есть кого. Конечно, кто-то ниже маркером приписал. Да некому. Мы не так давно были в Пензе и в окрестностях. И там меня поразило поселение с загадочным названием «Татарская пинделка». Я даже об этом вечером в Пензе на концерте сказал. После концерта в гримёрку заходят три женщины. Говорят, мы оттуда. Думаю, ну сейчас бить будут. А они хохочут, говорят, Сергей, правильно не пинделка, а пендилка. А я им говорю, вы только вошли, я сразу подумал, три пендилки. Друзья мои, конечно, об этом можно говорить бесконечно, смеяться над этим бесконечно, но это наша земля, наш язык, наши традиции. И простите за нечаянный патриотизм, мне бы хотелось закончить нашу экскурсию этим четверостишием. Никогда не найду я ответа. Я ночами уже плохо сплю. Почему и за что вот всё это больше жизни своей я люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Зинаида, О, моя девочка, Я сгораю от любви к тебе. Ты прекрасный цветок, распустившийся на грядке моего вожделения. Ты сочный персик, созревший на плантации моей страсти. Ты нежная бабочка, запутавшаяся в паутине моего сладострастия. Ам! Чё он говорит? Ой, я аппарат не включила. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот теперь слышу. Я говорю, ты, бобёр, построивший хатку в запруде моей любви. Ты, моль, проевшая дыру в моём пылком сердце. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прохор. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так понимаю, тебе очень нужны деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ Зинаида, как ты могла такое подумать, чтобы я, Прохор Шаляпин, женился на богатой старухе ради денег. Я пленён твоей красотой, моя девочка. О, как я люблю эти глаза, такие же бездонные, как твои нефтяные скважины. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я люблю эти волосы, такие же многочисленные, как акции Газпрома в твоём инвестиционном портфеле. АПЛОДИСМЕНТЫ Такие же круглые, как твой счёт в швейцарском банке. И как я люблю этот бюст, такой же огромный, как твоя квартира на Арбате. Я так рада, что нравлюсь тебе чисто за внешность. Обычно меня любят за мои дома, квартиры и бриллианты. Какой ужас! Какие негодяи, презренные альфонсы! Господи, у неё ещё и бриллианты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зинаида, я... я прошу тебя стать моим спонсором. АПЛОДИСМЕНТЫ Моей женой, моей путеводной звездой я хочу разделить с тобой всё твоё имущество, твою жизнь, твой каждый счёт и каждый вздох. Капец ты, романтичный чел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я выйду за тебя замуж, но при одном условии. Да-да, моя крошка, любые условия завтра ипотеку платить. АПЛОДИСМЕНТЫ Как ты относишься к детям? Я обожаю детей. Я их просто обожаю. Потому что, если бы я не стал певцом, я бы стал нянечкой в детском саду. Я обожаю с ними петь, играть, танцевать. Я готов целовать их розовые пяточки. Это прекрасно. Сейчас я познакомлю тебя со своим сыном. Артёмка! Артёмка, иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама! Ну я уже взрослый, мне 58 лет. Там у Якубовича сто очков на барабане. Ну что такое? Он такой азартный. Да. Артёмка, познакомься. Это мой новый избранник, дядя Прохор. Дядя Прохор. Да, мальчик. Дядя Прохор. Мама, можно я буду называть его папа? Конечно, сынок. Теперь ты с ним можешь осуществить все свои невзбывшиеся детские мечты. Ага. Проша, а что ты там говорил про розовые пяточки? АПЛОДИСМЕНТЫ А может быть мы лучше во что-то поиграем, сынок? А точно! А давай, давай поиграем, знаешь в чего? В цирк! Во! Я буду кидать в тебя дротики! Не, подожди, подожди, сынок, но мне кажется, что кидать дротики это скучно. Давай поиграем, например, в индейцев. Точно! Давай, ты будешь моим мустангом, а я буду снимать с тебя скайп. А, сынок, подожди, подожди, сынок. Мне кажется, это какая-то не очень добрая игра. Давай поиграем, например, в добрые русские сказки. Да, да, да. А давай! А, идолище поганое! Отведу силушки, богатыр! А, Каще, я знаю, смерть твоя в яйце! Стоп! Тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец! Сынок, я придумал, давай мы с тобой будем танцевать. А, а давай! Я, знаешь, люблю этот, матросский танец, мам. Помнишь, яблочко, да? Особенно, когда по ногам лупить. Ха-ха-ха! Музыка! А, сынок! Сынок, сынок! Ты что, сынок? Осторожно! А, сынок! Сынок, я... О, сынок, там, сынок! Минуточку! Сейчас мне эсэмэска пришла, сейчас, одну минуту. Уважаемый клиент, если вы не внесете платеж по ипотеке сегодня до 18.00, вы подлежите выселению из квартиры. Артемка! Сынок! Давай, поехали! Э-э-э-э-э! Хватит! Хватит! О, Господи! А знаешь что, Зинаида? А пошла-ка ты в баню вместе со своим Артемкой. Ничего, выплачу я сам как-нибудь эту ипотеку. На завод пойду работать, Дальневосточный гектар возьму, картошку сажать буду, да что угодно, только бы тебя и вот этого твоего Артемку, 58-летнего, никогда не видеть! Вот так! Прохор, у меня один вопрос. А где ты найдешь постарше и побогаче? Да! Дальневосточный гектарод! Субтитры создавал DimaTorzok Ночь, квартира, спальня. Кровать. В постели спит жена, Зина. В соседней комнате звук телевизора. Наконец все смолкает. В спальне появляется муж, Николай. Ложится к жене. Жена. Кто здесь? Спи, спи, спи. Я, я кто? Я твой муж, Коля. Ой, разбудил. Со своим телевизором. Ты что-то и допоздна потом всех будешь. Вот засыпаю. Ну вот. Я теперь не уснул. Все. Весь сон к черту. Что там хоть в новостях-то показывали? Коля. Коля. Я говорю, что в новостях-то? Коля. А? Что? Что? Я говорю, что в новостях-то хоть показывали? Да все одно и то же. Что? 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 Пожар, наводнение, землетрясение, коррупция, воровство, убийство. Ты тесто-то в холодильник убрал? Коля. Коля. Что? Что? Я говорю, тесто в холодильник убрал? Ну? Ну. Завтра пирожков напеку. А кого убили-то? Коля. 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 Я говорю, кого убили-то? Ты говорю, там убийство. А? Да. Двоих замочили-то, мужа с женой. Те спали, а те адрес перепутали. Мужа прям в окно, в трусах прямо. А жену изнасиловали? Да нет. Унитаз. Как унитаз? Подожди, не войдет же. Не влезет. Они на куски. А, тогда-да-да, тогда влезет. Засыпают оба. Вдруг жена. Муж, что, что, Зина, что, что? Сон, сон приснился. Сон. Что, что приснилось, что? Фух. Ты тесто в холодильник убрал? Ну? Что ну? Ну, убрал, убрал. Что приснилось? Точно убрал? Убрал. Что приснилось? Что приснилось? Что ты тесто не убрал? Приснилось. Фу, ты напугала только. Убрал. Село? Кто? Тесто село? Село, село. Легло. Я же его ножом потыкал. Ой. Потыкал. Ой, мальчик, ты мой, ножом он. Ну да, там, когда криминальные новости шли. У мужика одного. 15 ножевых ранений. Он хотел женщину изнасиловать? Да нет. Я одно на уме. Ограбить хотел. Она его ножом. 15 живых ранений. Ты завтра, это когда пирожки-то с мясом испеки. Напеку с мясом тебе. Мальчик, ты мой потык. Ну, давай будем спать. Давай, давай, а то я устал. Отворачиваться к стене. Ну, ты мачо задрипанный, пенсионер. Только раз задорил. Теперь не уснул. Подожди. Какие пирожки, подожди? Какое тесто-то? А? Я же тесто-то завтра хотела завести, это тесто. Что-то сосна-то я все перепутала. А что он тогда потыкал? Ножом-то он чего тогда потыкал-то? Мура? Мура? Киса? Киса, Мура? Киса, 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 Мура? Мурочки, киса. Говорилось о женщине за рулем. А вот о женщине-автолюбителе в магазине запчасти почему-то ни слова. Сегодня мы решили исправить эту досадную ошибку. Так, Леш, закрывай магазин. Десятый час уже. Девушка, вы что-то хотели, а то магазин закрывается? Молодой человек. Значит так, мне для технического обслуживания автомобиля нужно тормозные колодки и, это, масло. Так, секундочку, какие колодки? Ну, я же вам сказала, тормозные. Хорошо. А для какой машины? Ну, что за глупый вопрос? Ну, для моей. Хорошо. А какая у вас машина? Ну, красная. Девушка, у вас какая марка автомобиля? А к чему этот допрос с пристрастием? Вам что, поговорить больше не с кем? Какая марка? Иномарка у меня. А как она называется? Ой, красивая японская машина. Таврия. Подождите, но если японская, то не Таврия точно. Может быть это Тойота? О, она. Слава Богу. Так, модель. Да. Модель. Ну, какая модель? Ну, что значит какая? Да уж какая-никакая, а без работы не сижу. Да я, между прочим, занавески рекламировала. Да мои фотографии во всех журналах печатали. Я ничего не понимаю. Вы сказали, что у вас Тойота. Я спросил, какая модель. А вы мне про какие-то фотографии в занавесках. В смысле, занавески в журналах. Я так полагаю, что колодки мне здесь продавать никто не собирается. Где у вас старший? Девушка, ну, поймите, что я не случайно задаю вам эти вопросы. Ну, не случайно. Да? А зачем? Познакомиться, что ли, хотите? Ну, так и скажите. Да не хочу я с вами знакомиться. Не хочу. Хам! Где у вас старший? Ну, извините, не так выразился. Ну, не так. Так хотите познакомиться? Или нет? Хорошо, давайте знакомиться. Алексей. Молодой человек. Олег, я с незнакомыми мужчинами в магазинах не знакомлюсь. А чего же вы хотите? Тормозные колодки и масло. Ну, хорошо. Масло вам какое? Злата. Есть? Злата в соседнем магазине. Продуктовом. Но только оно не подойдет вам точно. Вы до этого на каком масле ездили? Синтетика, полусинтетика, натуральная. У меня все натуральное. Давайте натуральное. Все? А колодки? На Тойоту? Да. Какого года? А что, тормозные колодки только совершеннолетним выдают? Да не вы. Машина ваша какого года? Она мне не говорила. Ну, три года. Ну, максимум пять. Так три или пять? Ну, не больше десяти. Девушка, да поймите, что для каждой машины нужны свои запчасти. Нельзя, скажем, на КамАЗ поставить колеса от Жигулей. Да? Да. Так же и колодки. Да у нас только на Тойоту их больше тридцати видов. И какие вам нужны, я так и не понял. Ой, ну, значит, заверните мне их все. А я уж как-нибудь без вашей непрофессиональной помощи обойдусь. Кредитки принимаете? Девушка, ну, частный магазин. Какие кредитки? Только наличный расчет. А что же вы мне здесь полчаса, бедной девушке, голову-то морочите, а? Ну, неужели сразу нельзя было сказать? Ну, сервис, а? Я уже два с половиной месяца за рулем. Но если б я знала, что это такое, права бы никогда не купила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова